Всем привет, на связи МК. В этом выпуске. В твиттер завелась крыса, Супермен сам собрал компьютер, создатель Линукс топит за АМД, а красный продолжает рвать рынок. Илон Маск в десятке самых богатых людей мира и уже готовит модемы для спутникового интернета. Утверждена оперативная память DDR5 и анонсирована Far Cry 6 с диктатором из Вовсе Тяжки. Об этих и других новостях мы сегодня и поговорим. Поехали! На этой неделе самой громкой компьютерной новостью стало видео, где Генри Кавилл собирает ПК. Видео в его инстаграм набрало 4 миллиона просмотров и больше 50 тысяч комментариев. На реддите буквально писались от восторга, появилась куча мемов, а о нем не написал только ленивый. Даже на Реа Новости, по-моему, была статья. В прошлом году в интервью он уже говорил, что является ПК-боярином и игры – это его способ уйти от реальности. От какой реальности, Генри? Ты ведьмак, ты супермен! Так или иначе, Генри знает, как хайпануть, и теперь у него компьютер на Ryzen 9 3900X, RTX 2080 Ti от Asus, 4 терабайта SSD от Samsung, водяное охлаждение от NZXT Kraken Z73, которое он установил верх ногами, а позже со словом факт исправился, лакшери ОЗУ от G-Skill, корпус от модный Фрактал и БП от Seasonic. В общем, все топчик. Посчитайте кто-нибудь цену его сборки в описании, я добавлю весь его сетап. Между тем, Генри отобрал лидерство у главного ПК-боярина, любителя везде мазаться, Old Spice Терри Крюза. Белые вновь лучше. Тут попахивает расизмом. Вторая важная новость – это скандал со взломом Твиттер. В минувшую среду, 15 июля, рупор известных людей и политиков подвергся масштабной хакерской атаке. Кто же это сделал? Наверное, русские. Хакеры получили доступ к внутренней сети Твиттер и продавали все это дело на известном в узких кругах сайте ogusers.com. В результате более 100 знаменитостей, политиков и компаний предложили подписчикам перечислить им биткоины, чтобы удвоить сумму обратным переводом. Я прям представляю эту ситуацию. Один хакер пишет другому в Дискорд, что у него есть доступ к внутренним инструментам Твиттера и возможность взломать любой аккаунт. И спрашивают его, а что мы с этим будем делать? И тот такой думает и говорит, а давай попросим, чтобы все нам перечисляли биткоины. И мы на этом заработаем. Черт, чувак, да ты гений! По предварительным данным, хакеры смогли выманить у пользователей более 120 тысяч долларов. Первым известным человеком, которого взломали, был, как вы думаете, кто? Правильно, Илон Маск. В число пострадавших от взлома попали также Джо Байден, Барак Обама, Билл Гейтс, Орен Баффетт, Джефф Безос, Канни Уэст, компания Эппл, Юбер и другие. Общение между хакерами велось через мессенджер Дискорд. И, как уже выяснилось, за взломом стояли не русские, а 4 человека, причем очень молодых человека. Одному из них около 20 лет, и он из США. Другой еще младше и живет в Англии с мамой. Это они сами рассказали изданию Нью-Йорк Таймс. Главным в этой афере был некто Кирк. Он и оказался самым смышленым. Во-первых, он первым слился и никаких интервью не давал. А во-вторых, именно он получил доступ к внутренним инструментам Твиттер. И многие считают, что именно Кирк, та самая крыса, которая работает в компании. Другие считают, что он воспользовался методом социальной инженерии и запугал, либо подкупил сотрудника Твиттер и тем самым получил доступ к внутренним инструментам. В интернете уже появились скриншоты внутренних инструментов Твиттер. Компания пытается их удалить, но мы-то знаем, что интернет помнит все. Как оказалось, сотрудники Твиттер имеют возможность полностью контролировать учетные записи пользователей. Кроме того, они могут определять, какие сообщения попадают в поиск, в тренды, а какие нет. Один из хакеров, тот, что поглупее и дал интервью, считает, что Кирк заработал 20 биткоинов или 180 тысяч долларов в результате этой атаки. Так или иначе, расследование ФБР продолжается, а этот случай назвали самым масштабным взломом последнего десятилетия. Если бы хакеры были поумнее, они могли заработать намного больше денег или вообще развязать третью мировую войну. Напишите в комментариях, что бы могли сделать хакеры, получив доступ к таким влиятельным аккаунтам. Ну, в любом случае, это очередной гвоздь в крышку гроба Твиттер. Посмотрим, что будет дальше. Создатель Линукс Линус Товальц после просмотра ролика Технокухни раскритиковал Intel за создание магических AVX инструкций. Он считает, что Intel должна прекратить реализовывать AVX 512 в своих процессорах. Я надеюсь, что AVX 512 умрет мучительной смертью и Intel начнет решать реальные проблемы вместо того, чтобы пытаться создавать магические инструкции, чтобы затем создавать тесты, на которых они могут хорошо выглядеть. Просто дайте мне больше ядер с хорошей однопоточной производительностью, но без мусора вроде AVX 512, как делает AMD. К слову, сам Товальц недавно сообщил, что пересел с Intel на AMD впервые за 15 лет и теперь у него 3Dripper 3970X. И несмотря на то, что разработкой ядра он больше не занимается, а только консультирует других девелоперов, переобувкой он доволен. К сожалению, расизм наоборот, я имею в виду ту самую компанию «Жизни и черных важны», затронула и Линукс. Линус Товальц и другие девелоперы одобрили запрет на спорные термины в коде для борьбы с расизмом. Теперь там не будут работать такие команды, как мастер и слейв, хозяин раб, а на их место пришли такие, как майн, дефолт, примари и, соответственно, секондари. Чтобы не оскорбить чернокожих, заменили и слова «блэклист» и «вайтлист». Вернемся к AMD. Красная машина продолжает шагать по планете, завоевывая все большую часть рынка. В сети появились данные о продажах процессоров и видеокарт в крупном онлайновом магазине Германии Mint Factory за прошлую неделю. В результате чего выяснилось, что на один процессор Intel продается 5 процессоров AMD. Распределение долей рынка 84 на 16 соответственно. Самыми популярными оказались Ryzen 5 3600 и Ryzen 7 3700X. Лучшие CPU Intel на восьмом месте рейтинга продаж Core i7 10700K. Средняя стоимость CPU AMD 218 евро, а у Intel 294 евро. По картам RTX 2070, GTX 1660 и Radeon RX 5700 XT. Именно так выглядит топ-3 продаж Mint Factory за прошлую неделю. RTX 2060 заняла четвертое место, а RX 580 – пятое место. 62,5% спроса у Nvidia, AMD 37,5%. Новые RTX 3000 анонсируют только 17 сентября, а в продаже они появятся еще позже. А зеленые уже прекратили производство топовых версий видеокарт нынешнего поколения и к тому времени складские запасы 2070, 2080 и 2080 Ti закончатся, что приведет к повышению цен. Кстати, новые видеокарты Nvidia получат новый шестиконтактный разъем питания, позволяющий передавать до 600 ватт мощности. Непонятно для чего так много, на что желающим купить новую карточку возможно придется обновить и БП. А может переходник какой будет? Дождемся сентября. Радостная новость. Владельцы старых iPhone могут получить от Apple по 25 долларов за замедление после обновления в 2017 году. Правда, только если вы живете в США. В феврале 2020 года власти Франции уже оштрафовали Apple на 27 миллионов долларов. И, видимо, чтобы не попасть на еще большие бабки, купертиновцы решили урегулировать все это мелочью. Последнее время вообще Apple очень часто платит штрафы. Так, на этой неделе она заплатила Samsung 950 миллионов долларов из-за того, что заказала слишком мало OLED-экранов для iPhone и не выполнила первоначальные обязательства. Дела идут настолько плохо, что уже несколько авторитетных источников сообщили, что в новых iPhone не будет комплектной зарядки. В новых iPhone не положат зарядное устройство вам. Якобы это сэкономит компании денег, а у вас зарядка и так есть. А еще это забота об экологии, ведь от одной зарядки на земле могут погибнуть 2 ежика, 6 слизняков и 12 улиток. Зато iPhone 12 получит новый кабель в оплетке с родивым напылением, который не будет рваться. Больше в коробке с новенькими телефонами от Apple вы ничего не найдете. У меня тут сценарий, слово Apple и дешевый в одном предложении. Вызывайте полицию! iPad Air 2020 будет не только лучше, но и дешевле. Тайваньские поставщики комплектующих сообщили, что Apple готовит новый планшет. Он будет оснащен однокристальной системой Apple A13 Bionic, экраном 10,8 дюйма, разъемом USB Type-C и стоить он будет ниже 500 долларов. Опять же, дождемся сентября. Следующую новость буду вещать на серьезных щах. Комитет JEDEC объявил о готовности финальной версии спецификации оперативной памяти DDR5. Как минимум двухкратное увеличение пиковых скоростей вместе с кратным ростом емкости модулей. DDR5 появится уже в следующем году по традиции сначала в серверном сегменте. Первыми модулями будут DDR5-4800, а позднее DDR5-6400 и даже DDR5-8400. Вы понимаете эти цифры? 8-400. Спецификации DDR5 предусматривают выпуск микросхем вместимостью 64 гигабита или 8 гигабайт, что позволит создавать модули UDIM объемом 128 гигабайт, а для серверов предельная емкость возрастет до 2 терабайт. Модули будут также на 288 контактов, но вставить DDR5 в слот DDR4 не получится. Облом. Напряжение питания уменьшится до 1,1 вольта. Ключевой идеей, внедренной в стандарте DDR5, выступает разделение одного модуля на два независимых канала. Иными словами, в то время как в DDR4 данные передаются по шине 64 бита, в DDR5 данные будут передаваться по двум одинаковым шинам по 32 бита. Образцы микросхем DDR5 уже сходят с конвейеров. AMD перекочует на DDR5 с релизом Zen 4 в 2022 году, а Intel в 2021, но пока только в серверном сегменте. В любом случае, внедрение DDR5, возможно, окажет сильное влияние на перестановку сил и что-то изменится. Будет интересно. Кстати, Intel готовит какой-то большой анонс 2 сентября. Предполагается, что они покажут новые мобильные процессоры 11-го поколения, 10-нанометровый Tiger Lake и встроенную графику Intel XE, которая, по слухам, мощнее текущей встроенной графики аж в два раза. Илон Маск поднялся на седьмую строчку рейтинга самых богатых людей мира на фоне значительного роста акций Tesla. Состояние Илона оценивается в 70,5 миллиардов долларов, что на 1 миллиард больше, чем у Баффета. За последний месяц стоимость акций Tesla увеличилась на 44%, а за год бумаги выросли аж в 6 раз. Между тем, компания SpaceX готовится представить свой роутер для приема интернета из космоса. Вот такое устройство в виде пирамиды, ничего общего с масонами, будет принимать сигнал от Starlink и раздавать его на Земле. Аппарат будет поддерживать также стандарты Wi-Fi и, по заявлению Маска, спутниковый интернет Starlink будет работать в США уже к концу 2020-го или начала 2021-го. Интересно, успеют ли наши к этому времени построить купол? Про запуск Spotify в России не рассказал только ленивый, поэтому кратко – это шведский сервис, который очень популярен в мире. Его любят за умные алгоритмы подбора музыки, которые подстраиваются под вкусы слушателей, тематические плейлисты от пользователей и музыкантов, персонализацию радиостанции еще он бесплатный, правда с рекламой и ограничением пропусков треков, без возможности скачать музыку и с максимальным качеством 320 кбайт в секунду. Платная подписка – 169 рублей или 219 рублей для семьи. Ubisoft анонсировала Far Cry 6. События игры развернутся на территории вымышленной банановой республики Яры, в которую летует диктатор Антон Кастильо, которого играет Джан Карло Эспозита, тот самый Густаво из культового сериала «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Он надеется вырастить тирана из своего сына Диего с очень знакомым шрамом на брови. Главного героя зовут Дани Рохас, это боец сопротивления что-то вроде местной радикальной оппозиции типа Навального. Помимо джунглей, лесов и гор, в серии Far Cry впервые появится полноценный город – Эсперензе. В продажу игра поступит через 7 месяцев, 18 февраля 2021 года. Это были самые интересные новости недели, я надеюсь новая рубрика вам понравилась и вы оцените ее лайком или дизлайком. Эти и другие новости вы можете читать в нашем сообществе ВКонтакте и своим лайком и комментарием оценивать их, и возможно они попадут в следующую подборку, если она конечно будет. Меня зовут Михаил Крошин, на связи был мой компьютер, до скорых встреч!